Всем привет! В предыдущем видео мы рассмотрели как установить Exchange сервер и как его настроить для запуска почтового сервера. В этом видео я покажу что нужно сделать чтобы ваши письма дошли до адресата и не попали в спам. А еще как настроить почтовые протоколы POP3 и OMAP4. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизация работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Для того, чтобы ваши письма на пути к получателю прошли проверку и не попали в спам, нужно добавить записи SPF, DKIM и DMARC в ваш DNS хостинг. SPF, DKIM и DMARC – это базовые настройки, которые обязательно нужно сделать перед запуском почтового сервера. Данные записи не дают мошенникам расслать вредоносные письма от вашего имени и при их отсутствии сообщение может вовсе не дойти к адресату. Запись SPF обеспечивает взаимопонимание между почтовыми серверами отправителя и получателя. Она содержит информацию о том, каким почтовым серверам разрешено отправлять почту от вашего имени. Без наличия SPF записи многие почтовые сервисы могут отправлять всю почту, отправленную из почтовых ящиков домена, в спам, вне зависимости от ее содержимого. SPF запись публикуется на DNS сервера, обслуживающих домен. Перейдите в панель управления вашего DNS хостинга и создайте следующую txt запись. Заполнив все эти поля, запись содержит такие ключи IP, версию SPF, IP адрес домена. Ключ А задает правило конкретному домену, производя сравнение IP адреса отправителя с IP адресом указанным в А записях домена. MX включает в себя все адреса серверов, указанные в MX записях домена. Значок тильды – это отклонение. Письмо будет принято, но будет помечено как спам. AL – все адреса, не указанные в записи. Дополнительные теги можно будет установить позже, а сейчас жмем сохранить. Вторая ступень защиты при передаче между почтовыми серверами – это DKIM. С его помощью к исходным сообщениям электронной почты добавляется цифровая подпись. Получатель использует эту подпись для проверки подлинности писем. Сервер получателя отправляет DNS запрос и получает публичный ключ, который размещается в DNS записи. Этот ключ он использует для проверки письма. Если ключи совпадают, письмо доходит до адресата, иначе попадает в спам или карантин. По умолчанию Microsoft Exchange сервер не поддерживает DKIM. Для его настройки на Exchange нужно установить сторонний агент транспорта – Exchange DKIM Signer. После установки его нужно настроить. Запустите приложение. В открывшемся окне нажмите Configure. Здесь убедитесь, что агент Exchange DKIM Signer имеет самый низкий приоритет, стоит в самом последнем в списке. Это нужно для того, чтобы письма подписывались на самом последнем этапе, после всех возможных модификаций, которые сделают остальные агенты транспорта. На закладке DKIM Settings указывается, какие поля будут подписаны. Настройка параметров домена выполняется во вкладке Domain Settings. Для добавления жмем ADD. Указываем имя домена, селектор, имя DNS записи. Здесь можно либо сгенерировать ключ, либо указать его расположение. Для создания публичного ключа нажмите Generate New Key, после чего он появится в этом окне. Затем перейдите в панель управления хостингом домена и создайте txt запись. Задайте ему такое имя и в поле значение вставьте ваш публичный ключ. После внесенных настроек в программе нажмите кнопку Save Domain. Настройки применяются автоматически. Ну и наконец разберем, что такое DMARC запись. Это следующий этап защиты после SPF и DKIM. Эта запись определяет, что делать с сообщениями, если они не прошли аутентификацию с помощью SPF и DKIM. Это правило, которое устанавливается для писем, отправленных от вашего имени. Перед установкой DMARC важно убедиться, что SPF и DKIM прописаны корректно, иначе это может привести к фильтрации писем от вас. Для настройки DMARC в панели управления вашего DNS хостинга создайте текст и запись в таком виде, где нужно указать как минимум версию механизма и политику. При первой настройке в качестве политики рекомендуется указать нон, не делать ничего, кроме отправки отчетов. В дальнейшем можно будет изменить запись, уже стачив ее, дописав нужные теги. На этом настройка электронной почты завершена. Теперь для проверки отправьте тестовое письмо со своего электронного ящика. А далее я покажу как настроить почтовые службы POP3 и IMAP4. По умолчанию в Exchange службы POP3 и IMAP4 отключены. Для настройки подключения клиентов по IMAP и POP3 нужно их запустить и настроить автоматический запуск. Откройте Services, найдите службу Microsoft Exchange IMAP4, установите тип запуска автоматически и запустите службу, а затем Apply и OK. Далее те же манипуляции проводим со службами Microsoft Exchange IMAP4 backend, Microsoft Exchange POP3 и Microsoft Exchange POP3 backend. После запуска служб нужно настроить сертификат. Откройте панель управления Exchange, перейдите в раздел Service – сертификат. Откройте SSL сертификат, кликнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейдите в обкладку Services и установите отметки напротив IMAP и POP3, а затем Save. Далее нужно связать домен со службами POP3 и IMAP. Откройте пуск Microsoft Exchange Server, Exchange Management Shell и выполните такую команду. Вводим первую команду для службы POP3. Здесь нужно оказать внешний домен, порт 995 и SSL, затем еще раз домен 110 портом и в конце указываем имя сертификата. Открываем сертификат в панели управления и копируем имя. После выполнения команды нужно перезапустить службу POP3. В окне служб кликните по службе правой кнопкой мыши Restart и вторую службу POP3 backend. Далее выполните команду, чтобы связать службу IMAP. После перезапустите службу IMAP и IMAP backend. На следующем шаге нужно проверить, если нужно открыть в вашей сети порты для данных служб 995, 993, 110 и 143. Откройте настройки сети, а затем откройте порты для Exchange сервера. Следующее что нужно сделать изменить параметры коннектора приема. В панели управления перейдите в раздел Mail Flow Receive Connectors. Клиент Frontend Exchange. Откройте вкладку Scoping. Измените домен с внутреннего на внешний. И нажмите Save. Далее нужно указать сертификат, который будет использоваться для шифрования подключений SMTP. Для начала нужно узнать ID сертификата, который хотим связать со службами. Откройте Exchange Shell. И выполните такую команду. Скопируйте значение сертификата, там print. Затем укажите сертификат используемый для шифрования аутентифицированных клиентских подключений SMTP. Для этого нужно выполнить три команды. Данные команды вы можете найти на сайте Microsoft. Выполните первую команду. В конце добавьте значение сертификата. После вторую команду, указанную в данной статье. И затем третью команду. Чтобы убедиться, что вы указали сертификат, который используется для шифрования аутентифицированных клиентских подключений SMTP, выполните такую команду. В результате вы получите имя сертификата. Здесь должно быть имя сертификата, который вы указали. На следующем шаге нужно проверить включены ли данные протоколы на уровне почтовых ящиков. Если они отключены в почтовых ящиках, пользователи не смогут настраивать свои профили в Outlook для использования BOP3 и IMAP4. По умолчанию они должны быть включены. Для проверки откройте панель управления Exchange, перейдите в раздел Recipients – Mailboxes. Откройте нужную учетную запись – почтовый ящик и перейдите в раздел Mailbox Futures. Здесь проверьте установлено ли значение enable для данных служб. А чтобы проверить работу служб, выполните команду test. Вводим пароль. И вот успешный результат. Далее выполните такую же команду для IMAP. Пароль от учетной записи. Как видим, данная конфигурация тоже работает. Чтобы убедиться, что вы включили и настроили IMAP4 на сервере Exchange, выполните следующие процедуры. На сайте Microsoft вы можете воспользоваться специальным сервисом, который проверит протоколы POP3 и IMAP. Заполняем все обязательные поля и жмем выполнить проверку. Как видите проверка прошла успешно, но с предупреждением. Дело в том, что Microsoft не может проверить цепочку сертификата, возможно на сервере отключена или неправильно настроена данная функция. Что касается SSL сертификата, то я в нем уверен на 100%, поэтому можно не обращать внимание на данное предупреждение. Служба работает нормально. Далее проверим POP3 протокол. Все делаем по тому же принципу. Заполняем поля и жмем выполнить проверку. Проверка прошла успешно. Видим тоже предупреждение. Теперь проверим как ходит почта. В Outlook настроим соединение через IMAP или POP3 протокол и отправим тестовое письмо. Продолжение следует... Как видите, теперь почта не попадает в спам и дошла прямо до адресата без каких-либо ошибок. А сейчас давайте разберем несколько ошибок, которые могут возникать при неправильной настройке или отсутствии ДНС записей . Ошибка 550 SPF CheckFile или если на сервере Microsoft Exchange установлено приложение от спама, ошибка может иметь такой вид. Данная ошибка означает, что домен отправителя имеет неправильную запись SPF или что отправитель использует поддельный почтовый адрес. В том случае если ДНС запись SPF отсутствует, неправильно настроено или отключено при отправке письма на внешний почтовый адрес вы можете получить сообщение с такой ошибкой. MXGoogle.com отклонил ваши сообщения на следующие адреса электронной почты. Для ее устранения добавьте SPF запись в вашем ДНС хостинге. При проверке записей DMARC может наблюдаться следующая ошибка Message File at DMARC Compliance. Эта ошибка означает, что сообщение не прошло проверку подлинностей и не соответствует требованиям DMARC. Ошибка соответствия DMARC означает, что проверочные тесты SPF и DKIM не пройдены. Эти сбои могут негативно повлиять на доставку электронной почты, поскольку почтовые ящики не могут проверить подлинность вашей электронной почты. А так выглядит ошибка связанная с DKIM записью. Обычно эта ошибка появляется во время начальной настройки DKIM после обновления приложения или после миграции сервера. Зачастую проблема вызвана ошибками в написании тегов или при настройке открытого ключа. При отсутствии записи DKIM или неправильной ее настройки в полученном письме вы увидите предупреждение. Это же касается и записи DMARC. Если письмо выглядит следующим образом, измените настройки соответствующей записи DKIM или DMARC. Итак, мы рассмотрели доступный каждому администратору простой и не требующий заморочек набор штатных средств, помогающих усилить безопасность почтовых серверов Microsoft. Правильно настроенные записи DKIM, SPF и DMARC позволяют по максимуму снизить поток спама, рассылок и различных вредоносных писем. Я показал только базовую настройку и принцип работы. Для полноценной защиты нужны более точные настройки. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok